Привет всем высшим! И да, как вы уже поняли из названия, сегодня будем смотреть на Red Dead Online. Именно на Red Dead Online, ведь совсем недавно он стал продаваться отдельно от одиночной версии игры. И несмотря на всю волну хейта, игра стоит всего 350 рублей, поэтому почему бы и нет? Я немного поиграл, и знаете что? Игра весьма и весьма неплохая. Хотя, возможно, кто-то из вас слышал, что игра скатилась в помойку, и количество получаемого золота уменьшили в 2, а то и в 3 раза. И да, это так. Но знаете что? Я играю уже как 3 недели, и взял почти все роли. Мне осталось открыть только самогонщика. Но у меня уже сейчас 35 золота, и я вполне могу себе это позволить. Хотя, знаете, мне сама роль не то чтобы шибко нравится. И да, у меня не обошлось без различных акций, типа подключи двухэтапную унификацию, или же там взятие Амазона Прайм бесплатно. Но это, пожалуй, идея для отдельного ролика. А сейчас давайте поговорим лучше о самой игре. И предугадывая, что будет твориться в комментариях, я хочу сказать, что мы будем рассматривать Red Dead Online именно как отдельную игру. И если уж брать ценник игры в 350 рублей, и сравнивая ее с каким-нибудь соперником, типа Fallout 7.6, то эта игра просто конфетка. И учитывая нынешнюю моду на сезоны в играх, игровой процесс нам довольно важен. Ведь мы повторяем одни и те же действия порой из раза в раз. А именно атмосферностью и игровым процессом Red Dead Online хватает игроков за причинное место. Здесь у нас есть и охота, и рыбалка, и разнообразные профессии, они же роли. Ну, например, мы хотим заниматься торговлей или спасением животных. И да, возможно, это не очень исторично, учитывая, что тогда транквилизатора, точнее, ружей с транквилизатором не было. Но все же эта игра потрясает. И это при том, что я не фанат образа ковбоев. Но знаете, когда вы на лошади скачете мимо какого-то леса, и мимо вас пробегает какой-нибудь енотик, или белка, или там, скажем, кролик, а вы уже как месяц сидите на карантине, это... это безумно классно. А когда мы исследуем мир Red Dead Online с остальными игроками, или нашими друзьями, игра становится еще более увлекательной. Ведь количество абсурдных ситуаций на нашем мониторе порой просто зашкаливает. И я ни в коем случае не хочу сказать, что играть в одиночку как-то скучно и неинтересно, но делать это с другом куда все же веселее. Те абсурдные ситуации, когда мы, например, скачем, и можем попасть в какую-то передрягу, или там, например, куда-то врезаться и полететь вниз, это... это безумно весело. И опережая события, хочу сказать, что Red Dead Online это, пожалуй, самая веселая мультиплеерная игра, которую я играл за последнее время. Естественно, все упирается в мои вкусы, и это, пожалуй, довольно субъективное мнение. Хотя во многом это зависит от того, что именно вы хотите от игры. Если вам важен PvE-контент, то милости просим, а если вы хотите PvP, то тут куда сложнее. Ведь, скажем, низкий ценник игры позволяет некоторым игрокам, которых забанили за читы или, скажем, неадекватное поведение, вновь купить игру и... играть за нового персонажа, как ни в чем не бывало. Или, скажем, некоторые умения, которые на фоне других явно доминируют, как, например, раскрастьев черное, которое позволяет сразу навестись в голову противнику и убить его в считанные секунды. При этом игрок даже не поймет, что с ним случилось. Но во всем остальном, если, скажем, закрыть глаза на довольно проработанный и атмосферный мир и кровавые перестрелки, которые чем-то даже напоминают солдат удачи, на котором я вырос, то Red Dead Online это бесконечный гринд. И я ни в коем случае не хочу сказать, что это как-то плохо. Нет, игра постоянно подкрепляет наши усилия какими-то наградами. Ну, скажем, там, в торговле или же в охоте за головами. И даже если нам, скажем, надоела та же торговля, мы всегда можем начать заниматься чем-то новым. Да и разработчики постоянно добавляют новые роли, новые задачи, ну и, конечно же, сезоны. Куда же в наше время без них? Хотя есть и те, кто жалуются на слишком медленное развитие, если, скажем, сравнивать с GTA Online. Но, знаете, в GTA как раз-таки игроков примерно 200 тысяч, когда, как в Red Dead Online, всего 20-30 тысяч. Тоже неплохое число, и это если верить статистике Стима. И вы всегда можете написать в комментариях, если у вас, скажем, есть свои цифры. Но, несмотря на корябое ПВП, всплывающие проблемы с сервером, или даже то, что разработчики пытаются выдавить из игроков последние деньги, ну, я скажу, что игра мне понравилась. Ведь здесь всегда найдется чем заняться с друзьями. Если у вас даже нет друзей, вы можете начать исследовать мир Дикого Запада в одиночку. Главное пересмотреть какие-нибудь знаменитые фильмы с Клинтом Истудом, или, скажем, пересмотреть Мертвеца, или, да бог с ним, омерзительную восьмерку. В любом случае, при правильной подаче она способна затянуть на многие десятки часов. И, если честно, меня уже затянуло. Хотя мне интересно, как разработчики планируют выжимать деньги из игроков. Ведь на данный момент мы спокойно можем сами заработать на те же сезоны, роли, ну и какую-то одежду. И каких-то проблем в этом я не вижу. Будут ли водиться какие-то, ну, скажем, дома за золото, которые будут стоить довольно большое количество. Там будет продаваться, возможно, какой-то интерьер, или же они намерены делать это совершенно иным способом. В любом случае, пока же только время. Но мне хочется сказать, чтобы вы слушали поменьше критики со стороны и попробовали эту игру сами. Все же то, как мы возимся здесь своей лошадью, то, как мы, ну там, готовим себе какую-то еду, или скачем через лес вместе с своим другом, сделано довольно интересно. И я не знаю даже, в какой еще игре мы можем испытать подобные эмоции. И, конечно, хочется отметить довольно большой ассортимент одежды. Это может быть какие-то перчатки, костюмы, шляпы, ну и много прочего барахла, который мы можем нацепить на своего персонажа, чтобы подчеркнуть его уникальность. Согласитесь, вроде как мелочь, но все равно приятно. По поводу оружия можно сказать, что его здесь так же немало. Конечно, меньше, чем предлагаемых пород лошадей. Но, знаете, выбор есть. Да и как с лошадью, оружию нужно время, чтобы к нему привыкнуть. В любом случае, напишите в комментариях, понравилась ли вам игра, или она вас чем-то бесит, и верите ли вы ее в какое-то развитие. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока, и до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok